Здравствуйте, мои хорошие! Я заметил, что они как-то очень странно меняются, знаете, зачастую они два в раз мутатора работают, я думал, что они как бы только один мутатор должен работать, но такое ощущение, что они работают два в раз и, собственно, еще и меняются, в общем, начинается полная вакханалия, если вам, собственно, не повезет с этими мутаторами. Как раз-таки в этом и заключается основная проблема, что обычно я, допустим, играю на этой карте с Караксом, точнее, не с Караксом, а Караксом. Вот, но дело в том, что прокнут, я не знаю, огоньки из-под земли, прокнут ядерки, прокнут залпа Амуна, все, Каракс, давай, до свидания. Поэтому на этой карте лучше играть хорошим атакующим персонажем. Я решил играть в Аразун, а мне союзник попался ново. Забегая вперед, скажу, что все дополнительные квесты мы взяли, союзник очень рукастенький и тоже подтвердил по ходу прохождения игры, что очень многое зависит от рандома, но об этом чуть позже. Знаете, ребят, если вы играете со своим напарником, это круто, потому что, ну, не прокнуло вам с мутаторами, перезашли, сыграли, попробовали еще раз. Когда вы играете с рандомом, то тут получается, скажем так, два колеса неудачи, то, что мало того, что вам нужно, чтобы прокнуло вкусненько и мутаторы, и, соответственно, еще и союзник. Эту карту, соответственно, я прошел далеко не с первого раза, но особо, скажем так, проблем у меня с союзниками не было. Да, бывало, что они какую-то дичь строили, бывало, что выходили, но в целом мне попадались достаточно хорошие союзники, поэтому оставили у меня хорошее приятное впечатление. Так, ребятушки, давайте сейчас взаюзаем дарков призывных, полностью зачистим камни. Нужно как можно побыстрее воткнуть на Эксус, сделать себе вторую базу, потому что неизвестно, что нас ждет, и лучше, чтобы у нас было много ресурсов на те же самые войска. Немножко можно даже рабочих заказать, самую малость. Я, конечно, не эталонно выхожу в дарков, потому что есть очень быстрые, скажем так, билды, быстрые выходы в дарков, но я строю абы как, лишь бы как, в общем, то, как считаю нужным. Хотя есть там какие-то свои билды через темные пилоны, чтобы быстро-быстро выйти в дарков. Сделал немножко фотонок для того, чтобы я, ну, не знаю, в общем, союзник будет помогать мне защищаться, не будет. Но так как союзник отлично справляется, фотоночки лишними не оказались все равно. Прикрывает Нову. Вообще, на самом деле, когда я играл Новой, у меня уже к этому моменту было два типа юнитов, марики и мародеры. А тут, получается, только Ново, из-за того, что он пошел в быструю ЦЦ. Ну да ладно, так или иначе, фотонки есть, Ново есть. Нам сообщают о первом поезде, пока что у меня, к сожалению, ничего нет, чтобы можно его было встретить. Мы должны уничтожить цель. Давайте добавим Дарк Шрайн. Очень мало у меня гейтов, нужно больше добавить. Ново уже пошла на опережение действовать. Так или иначе, если будет совсем прям жопа, можно заюзать Стоп Тайм. Подконтролить. Я думаю, что юзать придется, потому что, собственно, ни у новой, ни у меня толком ничего нету. Но на поезде это не отражается, то есть это сугубо отражается на противниках, которые двигаются в нашу сторону. Давайте заюзаем Дарков. Отлично. Дарк Шрайн достроился, я делаю только первый грейд. Обычно я делаю еще третий грейд для того, чтобы вырубать фотонки, но он здесь не понадобится. Все, погнали. Перехватывать выход, который идет в сторону нашего союзника. Давай-давай-давай-давай, шустрее. Сейчас мы их на изи примем, ребят. Вот, там еще и нова подключилась. Ну что ж, открываем гейты. В принципе, пока все идет ровно. Вторая база раскачивается. Можно добавить еще немножко пилончиков. Еще одну пробочку добавим. Также не забывайте про грейдочки. Грейдочки очень нужны. Атака, защита, щиты. Без них никуда. Давайте вороночку все-таки используем, чтобы ногу не подожгло, потому что противник пригорает после смерти. Ну, пока что все идет более-менее. База у нас раскачана. Гейты у нас построены. Даркшрайн у нас есть. Грейды делаются. Пилоны добавляем. В общем, все ровно. Ребят, еще раз хочу подчеркнуть, что вы вот сейчас смотрите видео и думаете, что... А-а-а, все, няш-мяш. Не думайте так, потому что мутаторы реально, бывает, очень сложные попадаются. Вот у меня был мутатор, тьма. Поезд, говорят, выехал. На карте его не видно, то есть, гадай на кофейной гуще, где он там едет. Бывают очень-очень сложные мутаторы, когда... Я даже, вот, допустим, новый атаковал поезд, я так и не понял, почему у меня войска начали дохнуть. Как будто, знаете, как отражение. То есть, у поезда там не пригорало ничего. Войска были, ну, как бы, все видимы. Но почему-то я атакую поезд, у меня хп у юнитов уходит. Я не понимаю, почему так. То есть, бывают такие моменты, что просто противник дает просраться. Давайте закажем немножко фотонок здесь, на всякий случай, потому что, мало ли, какие-то выходы лучше перестраховаться. У противника есть мутатор-лазер, но лазер это такая, бесполезная, если честно, на самом деле тема. Врываемся дарками. Давайте, чух-чух-чух. Отлично. И продвигаемся дальше к поезду. В принципе, и у новой. И у меня есть уже достаточно войск. Вы сами прекрасно видите, как поезд хорошо падает. Вы меня спросите, порекомендую ли вам играть в Аразум? Скорее, нет. Почему? Объясню. Потому что я, если честно, действовал на шару. Попался бы воздушный противник, я бы затерпел. Попался бы еще какая-нибудь хрень, я бы затерпел. То есть, с одной стороны, да, дарки хорошо уничтожают наземные войска, хорошо уничтожают поезда. Но самое свое, я думаю, что лучше играть новой. Давайте вороночку, сейчас как раз у них бомбанет. Ага, хорошо. И новая еще туда ядерку пускает. Бах. Вот и весь выход. Так что, ребят, если у вас новая куплена, лучше играйте ей. Потому что инвиз ей не страшен. Вам не нужно думать, во что там пошел противник, воздух или землю. То есть, в этом плане вы подстрахованы. Ну, то есть, новая, она позволяет нивелировать множество мутаторов. И не стоит, в общем, задумываться над многими проблемами. Нам сообщают о следующих поездах, а точнее о поезде, который идет по верху. Но ничего страшного, у нас как бы, у новой, у меня войск много, способности готовы. В общем, я думаю, что этому поезду просто ничего не светит. Новая набрасывает турели. Кстати, хорошая тема для того, чтобы танковать, принимать начальные выходы. Призываем дарков. Хотя, можно, наверное, было лучше использовать воронку. Но ничего страшного, пусть и не танкуют. Новая сильно углубилась далеко. Я вообще, на самом деле, хотел первым встать, для того, чтобы противника разрывать в плочья. Но ничего страшного, и так справимся. Ой, блин, вот этот мутатор, конечно, вообще целая проблема. Основная цель уничтожена. В том, что минералы покрываются, ты замечаешь об этом в самую последнюю минуту, когда уже у тебя тупо нету бабок, и ты начинаешь выяснять, что такое. Не знаю, по крайней мере, у меня так. Ладно. Так или иначе, сейчас бонус, ребят, перехватим. Тёмный пилончик, если что, будем варпаться сюда. Дарки очень хорошо справляются с дополнительным костом. Угу, всё. Можно вот этих ребят погонять ещё. Значит, здесь выход. К сожалению, нет у меня маны на использование воронки. Но нужно двигаться всё равно сюда, потому что противник что-то вообще обнаглел. Давайте, давайте, ребят. Блин, опять ещё засрано всё. Отлично. Давайте прочистим ещё минеральчики. Прокликиваю через шифт. Дарки очень хорошо сносят вот эти щиты. Там, по-моему, с одного удара одного дарка хватает, чтобы полностью снять щит. Сообщает о том, что поезда вышли с обеих станций, но, в принципе, ничего страшного. У нас есть стоп-тайм, можно его использовать. Давайте всё-таки добавим ещё немножко фатоночек. Всё у нас хорошо, к выходу мы готовы. Единственное, что-то у нового, по-моему, не так много войск, как хотелось бы, но ладно. Будем надеяться, что справится. Она сильно далеко вперёд вылазит, если честно, потому что хотелось бы использовать стоп-тайм и сразу атаковать двоих. Но, к сожалению, она сильно выходит вперёд. Ладно, погнали. Как всё хорошо тает по земле от дарков. Просто посылаю через А-клип. Нова тоже справилась отлично. Ещё что хорошо, то, что вороны новые могут подхиливать моих дарков. В принципе, можно щиты не трогать, они всё равно спадут, но, знаете, пока они спадут, столько времени пройдёт. Тут ещё плохо то, что у нас мало того, что добыча уменьшена, так ещё и щиты кладутся. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, а у меня против воздуха вообще же ничего нет. Нова, ты где, детка? Так, сейчас я новую заберу сюда. Отлично, здесь отбились, и снизу Нова тоже отобьётся. Вот опять же возвращаясь к разговору о том, что нету антивоздуха, и всё тут. Ну, обычно я строю сталкеров, но что-то решил вообще обойтись чистыми дарками. Не знаю, обычно строю ещё сталкеров. Хотя бы немножко, но строю. Добавим пилончиков. Давайте, давайте, ребята, протекайте. Вообще, в идеале, можно, наверное, было и гейтов добавить, потому что минералы скапливаются. Но что-то я решил, что хватит и так. Потому что у нас ещё грейды не доделаны. То есть у нас много ресурсов на грейды будут уходить. А добыча-то у нас зашкварена. Давайте соберём пока. Я уж не знаю, сколько у Новой там ресурсов, но... В общем, надо как-то из этой ситуации выбираться. Ну, не, нормально всё, ребят. У нас в косаре бабла. Призываем ещё дарков. То есть с деньгами проблем нет. Аккуратно проходим. Торнадо всё-таки задел моего одного дарка. Ой. Тут ещё куча торнадо. Ладно, проходим. Там уже Нова, получается, сзади добьёт всё, что осталось. Наша задача как можно сильнее продамажить противника. И я думаю, что у нас успешно это всё получается, потому что у поезда осталось очень мало ХП. Всё, уходим на базу, потому что мало ли какие-то мутаты или проб, лучше не экспериментировать. Лучше всегда отходить на базу. Так, ща, 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 мы тебя словим. Иди сюда. Как-то очень много войск противника. Давайте ещё одну вороночку. Нормально. Сейчас Нова ещё похиляет моих дарков. Ресурсов становится всё больше и больше. На моём месте, наверное, можно было, не знаю, добавить смело ещё там плюс 5 гейтов и не париться. Решил всё-таки сделать этот грейд, потому что ресов всё равно много. Ну а что нам, собственно, переживать? У нас, так или иначе, уже почти лимит. Хотя, с другой стороны, знаете, что хорошо, когда ресов много и гейтов много. Если ты где-то свою армию отдашь, можно её будет быстро восстановить. А так у тебя, получается, ресов много, а гейтов мало, да? То, как бы ты не хотел, но ты не сможешь, чтобы быстро восстановить свою армию. Давайте здесь пилончик. Ага, ещё варпаем. Бам, ядерка прилетает. Юзаем стоп-тайм. Сейчас мы быстро зачистим этот пояс и пойдём выбивать доп-квест. Давай, до свидания. Сразу бежим до доп-квеста. Основная цель уничтожена. Я уже даже не вникаю, сквозь огонь просто прохожу. Скоро у нас будут гости. Противник готовится обстрелять нас. Сейчас, мы его быстро размотаем. Сейчас переходить в оборону. Всё, отходим. Задача выполнена. Парень, что-то опять упорно пишет по-корейски. Давайте ему напишем. По-английски, пожалуйста. Пишет, ёбаная удачная игра. Да, действительно, ребята. На самом деле, очень много зависит всё от мутаторов. Видать, тоже играет не первый раз. Испытал боли и унижение на этой мутации. Вообще, в принципе, я её могу назвать выше средней по сложности. То есть, средней тоже не назовёшь, потому что вам может повезти, вы там пройдёте с первого раза, может не повезти, пройдёте с 101-го раза. Поэтому дело такое. Так, у нас уже лимит. Готовься обороняться. Хорошо, нова, как скажешь. Новая, я так понимаю, тоже там лимит уже. Давайте выбьем противника. Так или иначе, всё равно поиск-то мы всегда успеем принять. О, вот этот самый такой плохой мутатор. Часть войск я, конечно, убью, а часть войск придётся новую убивать. Да, всё, отходим. Свою-то задачу я выполнил. Тут тоже, получается, часть войск для новой предназначена, часть войск для меня. Ну, сейчас так или иначе, нова сюда подойдёт. Ничего страшного, мы сейчас потанкуем какое-то время. Ресов-то вы посмотрите сколько. Почти шесть косарей на два косаря по газу. Вот если бы у меня было сейчас куча гейтов, я бы мог быстро восстановить войска. А так... Ну, давайте хотя бы сюда варпанём. Всё, стоп-тайм, поезд уничтожен. Поздравляю, ребят. Цель устранена. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Надеюсь, это видео вам поможет в прохождении. В описании под видео ссылка на другие видосы по Старкрафту. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok